Сегодня я хочу поделиться некоторыми мыслями о пути за Христом. И вы знаете, что мы сегодня ученики Иисуса Христа. И мы идем за Христом. И хотя буквально выглядит так, что Иисус Христос после вознесения на небеса, после своей жизни на земле в теле, когда Он умер на кресте Голгоф и отдал свою жизнь за наши грехи, потом Он лежал три дня во гробе, и потом Он воскрес из мертвых, и потом являлся ученикам, и потом завозвел их на горы Леонска, и потом вознесся на небо, и потом не послал Святого Духа с небес и сказал, чтобы они ожидали Его, потому что Он вернется вновь. И мы сегодня с вами, ученики Христа, хотя написано в Писании, что Он воссел на престоле, но Иисус сегодня продолжает трудиться в Духе Святом. Иисус сегодня не сидит просто в небесах и правит. Сегодня Иисус входит в сердца людей. И сегодня любимое место на земле Иисуса Христа – это жить в человеческих сердцах, которые отдают Ему свою жизнь. И Он очень сильно чувствует себя комфортно в тех сердцах, которые увенчиваются послушанием. И вы знаете, это как будто тебя пригласили в гости куда-то, и ты приходишь в чьи-то гости, в чей-то дом, и тебе там очень-очень некомфортно. Тебе там приняли тебя, тебя там вроде как и кормят, и даже дают где поспать, но к тебе не относятся с почтением, к тебе не относятся с благоговением, к тебе не относятся как к дорогому гостю, но пренебрегают. Или же такие гости, где тебя, наоборот, чтут, тебя делятся с тобой самым дорогим, тебе оказывают внимание и заботу, и тебе очень приятно быть в таких гостях, правда? Вот то же самое чувствует Иисус Христос в Духе Святом в наших человеческих сердцах, когда мы создаем Ему в наших сердцах культуру почтения. И это от нас зависит, как мы будем принимать Иисуса Христа. И мы говорим так часто, что прими Иисуса, прими Иисуса, и сделай, пожалуйста, одолжение, прими Иисуса, и ты будешь спасен, и вот человек принимает Иисуса Христа, но что он будет делать дальше? Каким образом Иисус Христос будет жить в его сердце? Как Он создаст там атмосферу в своем сердце и создаст ли Он там культуру почтения, когда Иисус Христос будет действительно почтен, когда Он будет не просто там в прихожей, знаете, где-то в пренебрежении пребывать, но когда Иисус Христос будет почтен, и Он будет хозяином нашей жизни. И сегодня Божье Слово говорит о том, что Господь хочет править, что Он хочет иметь первенство, и Отец Небесный дает Ему первенство, не потому, чтобы нас просто, как знаете, никчемных, никому не нужных, просто использовать для своего Сына. Нет, но потому что нам полезно покорить Ему свои жизни, потому что Он знает, Он есть вождь наш, чтобы научить нас действительно Небесному Царству, Небесному управлению, потому что Он умер за нас, Он доказал свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были грешниками. И Он пошел и приготовил нам обители, приготовил эти райские обители. Вы знаете, что когда вы узнаете свою обитель, вы ахнете, как ты так все чудно сделал для меня? Откуда ты знаешь, что я вот это люблю? Это самое прекрасное место, в которое я только мог себе мечтать. И это будет не только по-евонному, простите меня за такое слово, а будет по-твоему тоже. Это именно то, что тебе надо. И написано, я пойду и приготовлю вам эти вечные обители. Многие сегодня идут за Христом, и как Христос в теле жил, и у меня есть такой образ, что некоторые останавливаются со Христом на какой-то фазе жизни, как вот Христос жил в теле. И они просто берут с Него пример, да голгоф, они смотрят на Христа, то, что Он делал в жизни. Но вы знаете, Христос, ходя в теле, в жизни, Он даже не разрешал на себе говорить некоторым людям, которых Он исцелял. В основном, чаще всего, Он запрещал о себе говорить. И для меня, когда я такого веровал, для меня это был вопрос. Я не понимал, почему Иисус Христос запрещал о себе говорить. Не за то, что наоборот, мы же хотим рекламировать Бога, мы хотим как можно больше о Нем говорить, но Христос не делал этого, а запрещал. Потому что Он еще не сделал того дела, которое нужно сделать. Он должен был умереть на Голгофском кресте. И это было еще не совершенное дело Христа на земле. И хотя уже Сын Божий олицетворял Отца Небесного и говорил, видящий Меня видит Отца, но Он еще не доделал ту работу, которую Он должен был сделать, умерев на кресте, и воскреснув из мертвых, и вознестись на небеса. И только после этого, ученики, вспоминая, что Иисус им говорил, они уже говорили полное Евангелие. Но некоторые люди останавливаются просто на живущем Христе, как, знаете, веселые, как эти картинки в воскресной школе, они смотрят, как Христос тут исцелял, как Он здесь кормил, как Он там делал и так далее. Мы должны проходить дальше. Мы должны входить дальше то, что делал Иисус Христос и идти за Него по стопам Его. И поэтому христианин, который рождается свыше, он идет сначала, чувствует такую радость христианскую, так все получается чудесно, но потом он начинает проходить пустыню искушений, потом он начинает проходить определенные переживания, которые проходил Христос, и Христос хочет, чтобы мы были Его последователями. Вот почему не все у нас в жизни благополучно. Вот почему в жизни нашей возникают ситуации, которые нам показывают то, что переживал Иисус Христос. И мы сегодня, последователи, вы ученики, должны приготовить свои души к тому, чтобы переживать все то, что Иисус переживал в своей жизни. И некоторые люди останавливаются. Нам не нужно останавливаться просто на земном примере Христа. Нам нужно следовать уже за Господом, за Ним, как за Мессией. Мессия — наш вождь, который ведет нас в славу сынов Божьих. Некоторые люди останавливаются у Голгофы. И они созерцают Голгофу. Они не проходят дальше Голгофу. Они мистетизируют. Это мистика, аскезы. Как говорится, как аскезы, мрачные, я томим. И нам не нужно останавливаться у Голгофы. Голгофа — это место исцеления. Голгофа — это место, где прощаются грехи. Но нам не нужно жить постоянно у Голгофы. Голгофа проповедуется грешникам. Там, где стекает кровь Христа. И мы здесь благодаря Его крови. Но мы не созерцаем мертвого Христа. Я бы хотел над своей кроватью, над своей спальной обочивальней повесить не крест с мертвым человеком, а с живым. И вы знаете, почему? Потому что, если бы сейчас мы обратились к Господу Христу, вот в данный момент времени, в данную долю секунды, и увидели бы Иисуса Христа, Он не на кресте. Он воскресший на престоле правления Вселенной. И я общаюсь не с мистическим Христом, а с реальным Христом. Поэтому мне не нужно время проводить у Голгофы. Мне не нужно постоянно проводить время в борьбе с грехом. Мне не нужно постоянно напоминать о грехе. Я призван жить с воскресшим. Многие скажут, да, но почему ты не будешь говорить о грехе? Ведь надо нам постоянно чистить грех. Вы знаете, я хочу сказать, что хождение с Ним в любви гораздо сильнее мотивация не грешить, чем постоянно напоминать о том, что грешить это неправильно. И некоторые люди остановились у Голгофы. И они грудятся вокруг нее. Они строят около нее кущи. Но слава Богу, что Иисус не остался на Голгофе. Слава Господу, что Он не остался на кресте. Слава Богу, что это не было конечной станцией Его. Но некоторые церкви, некоторые крестьяне избирают себе этот конечный пункт. И воскези мрачные проводят свою жизнь. Они проводят свою жизнь, борясь с грехом. Они все время говорят о грехе. Они все время думают о грехе. Они все время занимаются самочисткой. И христианская радость, она улетучивается. И на самом деле, это не то христианство, которое желает Господь. Господь желает, чтобы мы сегодня жили в славе Его. И Писание говорит, что Он ищет поклонников. И Отец сегодня ищет не грешников очищенных, а Он ищет себе поклонников. А как ты можешь поклоняться, если страх твоя мотивация? Если ты не уверен в спасении. Как ты можешь поклоняться, как говорят сегодня одна из традиционных в церкви учителей, они говорят, ты-то, говорит, Бог-то, говорит, тебя простит, только ты-то себя не прощай. Он говорит, как я могу теперь получить прощение? Бог-то простит, только ты себя не прощай. Вот это да. Вот это жизнь. Я говорю своему сыну, я тебя прощаю, только ты себя не прощай. И Он вот так вот, и будет вот так всю жизнь жить. Папа-то меня простил, только я себя простить не могу. И вот это вот аскезы мрачные, я там им в пустыне, вот это в пустыне мрачное влочился. И вот это вот влочение в пустыне, не делайте этого. Я зову вас дальше. Господь зовет вас дальше. И ты скажешь, ааа, ты, наверное, очень легко относишься к греху. Нет. Я знаю, что самая сильная победа над грехом когда тебе не хочется грешить. Не когда ты борешься с грехом, а когда ты свободен от него. И сегодня есть другие уровни хождения с Богом. Хождение в свободе. Религия хочет догнать тебя и держать тебя на привязи. Она хочет контролировать тебя. Но свобода Христова дает тебе освобождение и полет Духа. И Отец, запомните, ищет себе поклонников. А Иисус ищет веру на земле. Он ищет веру. Те, кто принимает его оправдание. И он умер за наши грехи, но воскрес для чего? Для оправдания нашего. Воздайте Богу славу. Поэтому не крутитесь вокруг греха. Простирайтесь дальше. Очищайтесь. И любите Господа. Бегите за ним дальше. Уходите с Голгофа. Не уходите с Голгофа. Вы будете возвращаться всегда. Вы будете имываться кровью. Но там не нужно строить свои кущи. Некоторые люди проводят время у гроба Господней. Я был в Иерусалиме. Я ездил туда. Вифлеем. Я был в Иерусалиме. Я видел, как люди приходят к гробу Господней. Они целуют эти камни. Они поклоняются. Они хотят дотронуться до этого камня. Конечно, это, наверное, уже не те камни. Потому что они бы действительно исцеляли бы, если бы Господу было важно это. Эти все бизнес идёт вокруг этих феничек. И люди бегают туда. И, конечно, Бог не презирает их за это. Но это ничего не стоит. Это фетиши. Порой даже бывают оккультного значения. И они проводят время у гроба, скрываясь в смерти. Ища и созерцая страдания. Мистетизируя эти страдания. И постоянно говорят только об этом. Вы знаете, но есть тоже динаминации, которые усиливают страдания. Есть даже художественный фильм, где очень сильно развиты мистические аспект страданий. И вы знаете, я думаю, что это не дух от Бога. Нам не нужно свыше этого. Господь нам заповедовал принимать левое преломление. Он дал нам вечерю кровь и вино, как кровь, и хлеб, как тело. Он дал нам воспоминания о себе. И даже не о страданиях написано на воспоминаниях, а о себе. Вспоминайте обо мне. И мы вспоминаем, доколе Он придет, мы продолжаем смерть Христа, потому что смерть Христа работает для грешников. Она работает на то, чтобы грешники приняли, потому что Он умер. Это доказательство и любви о нас. Но слава Богу, что Иисус не остался в гробе. Слава Иисусу! И когда ученики пришли к гробу, и там сидели, и Мария Магдалина пришла, чтобы там оплакивать это тело, вы знаете, некоторым из нас может полюбиться оплакивать это тело. И некоторые люди подсаживаются на эти вещи, они начинают оплакивать, оплакивать, и у них такой унылый дух. И когда там собираются, они постоянно унывают, оплакивают, оплакивают и оплакивают. Я чту эту глубину, я чту этот, как бы, такой аспект мистики по поводу страданий и боли. Но вы знаете, это и есть опасные вещи, в которых вы просто станете темной личностью. И есть меры, которые дальше ведут нас ближе к Господу. И Бог сейчас не у гроба. Я не думаю, что там можно так вот сильно найти присутствие. Я сам был у гроба Господни. Я заходил в эту гробницу, я не знаю, правда это она или неправда это она. Я переживал нечто присутствия о смерти, но это просто психология. Это просто то, что касается меня, то, что я мог произвести посредством своего усилия Духа и так далее. Потому что Ангел сказал женщинам, которые пришли к Его телу. Что вы ищете живого между мертвыми? Иисуса на кладбище нету. Его нету в гробнице. Святой Дух сегодня в других местах. Святой Дух сегодня среди живых людей, вы понимаете? Потому что сегодня они нужны Господу. Аллилуйя! Я зову вас дальше, и Господь сегодня вас зовет дальше. Не останавливайтесь у гроба. Некоторые люди проводят время на горе восхищения. И они идут уже дальше. Да, Иисус воскрес, Он вошел на гору восхищения, и Он вознесся в виду учеников. И они говорят, да, это последняя точка, это самая мощная вещь. И они ожидают возвращения Христа. Я встречал динаминацию, я сам тоже был в такой церкви, когда об этом говорилось очень часто, о возвращении Христа. Но говорилось в неправильном духе, говорилось о том, что мы должны просто Его ждать. Это была изоляция. Потому что скоро придет Христос, скоро мы, все, земля будет, сгорит, скоро Господь погубит эту землю огнем. И мне было, ну какой смысл вообще трудиться, какой смысл служить, все равно все сгорит. На землю можно плевать, мусорить на ней, все равно она сгорит. Это же мусорная куча потенциальная. Потенциальное пепелище, чтобы его беречь, все равно все сгорит. Так кто-то сказал, что ты не будешь чистить ручки на тонущем корабле. Кто из вас будет чистить ручки на тонущем корабле? Он все равно тонет, он все равно пойдет рыбам на дно. И такой подход неверный. Мне нравится, что сказал однажды великий евангелист Муди. Он сказал, если бы сегодня сказали, что сегодня придет Христос вечером, я бы старался успеть посадить дерево. И мы призваны сделать жизнь прекраснее. Вы знаете, я недавно слышал пробу, меня очень сильно коснулось. И проповедник сказал, что многие проповедуют о том, что соль, вы соль земли. Что соль призвана нас предохранить от разложения. Я говорю, это правильно, это очень хорошая мысль. Но так не написано. Написано, что соль это добрая вещь. Что делает соль? Она делает пищу не просто дольше, что она не киснет и не пропадает. Она делает ее вкуснее. Соль это вкусно. И мы должны делать жизнь вкуснее. Там, где мы поселяемся с грешниками, грешники должны чувствовать жизнь лучше. Они должны чувствовать, что свет пришел к ним. Они должны переживать наше соседство, как благословение. И поэтому жизнь проводить на горе, откуда ушел Христос, не нужно. Нам не нужно ждать Его только лишь сидя, ожидая, когда Он вернется. И на этой горе многие думают, да, вот это самое крутое. Помню, как проповедник приехал к нам, и он проповедовал о возвращении Христа. Но он проповедовал о возвращении Христа так, что делать ничего больше не хотелось. Он не проповедовал о возвращении Христа, что, ребята, давайте поторопимся спасать своих близких и дальних. Потому что скоро придет катастрофа. Или что Он скоро придет и погубит весь мир. Давайте поспешим сегодня спасать некоторых. Он проповедовал так, как будто бы все равно ничего, все напрасно. Все равно все оно туда и пойдет. Понимаете? И мне не нравится такой Дух. Мне нравится Дух, который поднимает меня. И сегодня Бог хочет видеть Церковь, которая поднимает, которая высвобождает людей, которая делает нас сильнее. Я хочу, чтобы Бог вдохновлял меня любить себя. Я хочу идти дальше и побеждать с этой силой. Поэтому сегодня я тоже благословляю вас этим Духом, который вдыхает Господь в нас. Он не хочет видеть слабых людей. Он хочет видеть сильных. Он любит слабых, но Он хочет вас видеть сильными. Он любит пораженных, но Он хочет вас видеть победителями. И сегодня нам нужно научиться, как побеждать, как превозмогать, как возвышаться дальше. Поэтому не проводите время на этой горе, откуда ушел Христос. Я знаю, что там сейчас на этой горе, там в Иерусалиме кладбище есть, очень дорогие могилы. Там наши звезды, не буду называть их имена, покупают. Они покупают себе место на кладбище, но они не покупают себе место на небе. Они покупают себе место на кладбище. Покупается место на небе нашим послушанием. Аминь. Аминь. И некоторые люди, ну, ты все придел, Роман, ну, ты уже все выше крыжи, некуда уже дальше. Есть куда. Некоторые, и потом Господь, когда ушел, Он сказал, Дух Святой сойдет в Пятидесятницу и ждите там в горнице, и Дух Святой сойдет на вас. И вот они побежали в горницу, 120 было человек, молились, и Дух Святой сошел, и говорили на языках, и пророчествовали. Но и здесь нельзя оставаться. И некоторые люди, которые проводят всю жизнь в горнице Пятидесятницы, остановившись только на духовных переживаниях. И вот, Дух там, Дух здесь, у-у-у, мурашки, колики. И разные переживания, у-у-у, на переживаниях, на переживаниях, тонкие пальчики, тонные взгляды, охи-ахи. И понимаете, они сфокусированы только на переживаниях в Духе. И это тоже не тот уровень, на котором нам надо зависать. Это не там, где нам нужно останавливаться. Нам не нужно останавливаться в поисках духовных переживаний. Потому что Иисус пошел дальше. И Он сказал, а теперь идите до края земли и проповедайте Евангелие отсюда. Слава нашему Господу. Я сегодня так рад, что Господь открыл это. И я хочу принадлежать не тем людям, которых я всех перечислил, потому что я тоже прошел через это и прохожу. И это не значит, что это хронологически получается так, как я сейчас перечислил вам. Я могу снова возвращаться или двигаться параллельно с этими вещами. Но я не должен там жить, там останавливаться, там строить себе кущи. Динаминацию. В доме Пятидесятницы, или у гроба, или на горе Восхищения, или у Голгофы. Я должен пройти дальше. Я беру сегодня то слово, которое он сказал Фоме. Блажен не видевший, но уверовавший. Я сегодня беру это слово. Последнее слово Иисуса, который сказал, идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Я сегодня беру его поручение. Идите по всему миру и проповедуйте. И несусь с этим поручением. Потому что это самое последнее слово Христа к своей церкви. Слава нашему Господу. Вас дайте Богу славу. И я хочу сегодня носиться, как сумасшедший, с этим словом. Я сегодня хочу бегать по всему миру с этим словом. Потому что он сказал, идите и проповедуйте. Все. Это самые свежие новости с небесного мира. Аллилуйя. Это самые последние слова Христа. И чудеса, которые Бог будет посылать в большей мере, они именно на этом народе последней прослойки. Потому что написано в Писании, когда они шли, эти чудеса сопровождали их. Здорово, правда? И мы не принадлежим к динаминации. Я не хочу принадлежать к динаминации. Я не хочу принадлежать никакой конфессии. Я хочу просто двигаться с этим. И вас сегодня зову в этот удивительный поход, в это удивительное путешествие. Нести Евангелие Царства по всему миру. Евангелие Царства. Не Евангелие Секты. Не Евангелие своей динаминации. Не Евангелие своей церкви. но Евангелие Царства Божьего. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Я хочу сказать, что мы сегодня... Я повторю некоторые вещи, которые я уже говорил в разных местах, но я хочу просто снова отрезвиться и увидеть. Когда вы говорите «Господи», что вы представляете себе? И апостол Иоанн оставил откровение, как последнюю, самую мощную книгу, где наиболее охвачен период времени вечности. Вы там найдете то, что было до, вы там найдете то, что будет после всего. Вы найдете там даже новое небо и новую землю, даже то, что апостол Павел не открывал до конца. Апостол Иоанн даже видел это своими глазами и слышал это. Он видел там катастрофу, он видел системы мира, он видел самого дьявола, красного дракона в этом образе, он видел антихриста, зверя, он видел блудницу Вавилон, он видел эти вещи, он видел Агонса, церковь, Израиль, он видел колено Израилева. Это одна из самых мощных книг. Я считаю лично, что это самая мощная книга, откровение, которое только есть в Библии. И там описана реальность сегодняшних дней. Если бы вы сегодня увидели Бога, то Он правит на престоле. Если бы вы сегодня увидели Христа, то написано, что Он воссел, одеснув десницы на небесах. И сегодня Иисус тоже правит. И Он сказал, сиди со мной, и пока я положу под ножи ног врагов твоих. И когда мы говорим, Господи, некоторые люди вообще ничего не представляют. Некоторые люди начинают визуализировать крест. Некоторые люди не понимают, куда они молятся, никуда вообще. И когда я проповедовал Дубропой, я говорил с некоторыми людьми, и говорю, а что вы себе представляете, когда вы молитесь Богу? И некоторые говорят, ты знаешь, честно, абстракцию, полностью абстракция. Я ничего даже, я честно говоря, молюсь, и не знаю, куда я вообще молюсь. И некоторые люди признавались и сознавались. И Писание говорит, престол, возвышенный от начала, есть место нашего освящения. И сегодня мы поклоняемся. Бог ищет сегодня поклонников. Нам нужно проводить время, понимая, где мы поклоняемся. Если вы поклоняетесь в склепе с распятым Христом, в пещере с мистическим Христом на кресте, который является, собственно, мертвым, то тогда у вас будет одно помазание. И одно помазание, которое вы будете нести в этот мир. Когда вы будете поклоняться открытому небу, сидящему на престоле, вы будете нестителями другого помазания. И другая мера славы будет на вас. И сегодня я призываю нас, чтобы мы поклонялись правящему Богу, царственному Богу, тот, который владычествует, тот, у которого есть все. Иногда мы молимся, но у нас такое ощущение, что мы должны Богу чем-то помочь. Иногда мы молимся Богу, но у нас такое ощущение, что ты послушаешь о молитве, и человек так сильно помогает Богу, что у него Бог все меньше и меньше становится. И чем человек больше молится, тем Бог меньше. Но иногда мы можем поклоняться, и тем самым мы провозглашаем, что Бог правит. И мы можем провозглашать те вещи, которые Бог уже заповедал. Он говорит, подли тебя упадут тысячи, и десять тысяч одеснуют тебя, а к тебе не приблизятся. Потому что живущий под кровом Всевышнего, под сене Всемогущего покоится. Потому что он находится под крыльями Бога, и он будет видеть, как перед ним падают нечестивые. И вы знаете, нечестивые падают перед тем, кто в вере. Перед тем, у кого открытые глаза. Вот здесь? Слово Божие работает. Исповедуйте Божье Слово. Исповедуйте власть Иисуса Христа. И вы знаете, я услышал однажды случай такой интересный. Ну, может быть, вы слышали уже, я рассказывал. И что как Слово Божие работает. Одна бабушка была в одной церкви, и она чувствовала, что уже поздно, и она боялась бандитов, что она возвращалась там, это были девяностые такие лихие, что ее могут ограбить там где-то в темном переулке, где она жила. И она боялась и смотрела на часы. Когда же закончится собрание? Проповедник затянул это собрание. И она думала, ну когда уже все закончится, потому что я уже темно на улице, сейчас я буду возвращаться, мне вырвут сумочку и все такое, пожилая женщина. И проповедник говорил Слово и говорит, вот, вы когда встретите этих разбойников, вы проглашаете Божье Слово. И он стал читать Псалом 90-й. И он прочитал Псалом 90-й, и всех отпустил и благословил. Она не помнила ничего из этого Псалома 90-го. Но что-то запомнила. И когда она шла в темном переулке, кто-то схватил ее за сумку и стал тянуть эту сумку. И она стала вспоминать, что-то сейчас провозгласить. И она вспомнила перьями своими синить. И она закричала, ПЕРЬЯ! И разбойник побежал, с тремя головой, и только пятки засверкали. Потому что перья, это было Божье Слово. Она исповедала Божье Слово, и даже перья работают. АПЛОДИСМЕНТЫ Это круто! Поэтому провозглашайте Божье Слово. Наполняйте мир, дух, не всемирной паутиной, а Божьим Словом. Провозглашайте на молитвах власть Господа Иисуса, правящего Бога. И смотрите, когда вы молитесь, созерцайте сидящего на престоле. Вот почему я говорю, поднимем наши лица на молитву. Я понимаю, что иногда мы можем склонять голову, я не хочу никому обидеть и нарушать традиции, не хочу, чтобы ходил под контролем. Но обычно принято, я говорил уже, слоним наши головы. Но обычно так на бок, томно, чтобы быть немножко красивее в полумраке. И так, знаете, глазки, веки тогда кажутся шире, еще красивее глаза. И так на картинках только, ну, красиво держат ручки, и томно молятся боженьки. Ангелочки маленькие, пупсики летают вокруг. И все так классно и мило, на Рождество. Но если бы мы сейчас услышали небо и увидели его, я не думаю, что там хотя бы один пупсик есть. Никогда никакого пупсика вы там не найдете. С такими животиками, с крылышками, пяточками, которые хочется целовать. Бог другой. И какой Бог ваш? Какого Бога вы молите? Когда мы поднимаем наши руки к Богу, и Он говорит, покажи мне лицо свое, сестра моя невеста, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой слабок, и лицо твое приятное. Я хочу бежать навстречу. Я хочу бежать навстречу и обнимать, и бросаться в объятия к своему Отцу. Вот почему, когда мы делаем эту ифафу у себя на молитве ночью, когда мы сделали ее и открыли прежде всего образ Бога, и не строгого, и страшного, а образ Отца, то я не прихожу туда как крутой. Как мы молимся там? Уже сейчас мне пишут, что они молятся и молятся. Она полная горница, и люди приходят, они молятся, она живет своей собственной жизнью. И каждая ночь с 12 до 6, потом с 7 до 5, и она не ослабевает, люди продолжают бегать туда молиться ночью. Что заставляет взрослого мужчину, который встает на работе, в 3 часа встать, потом в 4 до 5 молиться, потом еще побежать, еще на полтора часа, еще успеть уснуть. И так это делается уже месяцами. За что может это заставить человека, потому что он получает что-то? Образ Бога там был высвобожден, не такой. И там никто не приходит, чтобы круто говорить. Я тоже не наставляю там, никто никого там не учит. Все приходят встретиться с Ним. Они приходят больше, нежели проволошать свою крутизну, там потрясать кулаками, чтобы посидеть на коленях у своего Отца. Приходят на руки к своему Отцу. Когда вы увидите образ такого Бога, своего Отца Небесного, это высшая мотивация не грешить. Когда вы будете в любви Его, и Писание говорит, пребудьте в любви моей, тогда вам не надо будет грешить. И вы победите грех любовью, а не страху. Страх — это очень сильная мотивация. Контроль — это очень сильная мотивация. Вы знаете, муж уезжает в командировку, жена говорит, я присматриваю за тобой. Там у меня на корабле есть свои люди. Или там... Ну, короче, она пробивает его, там какой-то частных детективов нанимают. И этот человек, который на таком уровне держит своего возлюбленного, он весь изводит, он же спать не может. Эти черные собаки звонят ему по телефону, и он их выслушивает. И они заряжают его, чтобы вытащить из него последние деньги. Потом следующая серия, следующая просто, и все. И он просто весь... Ну, какая тут любовь уже? Представляете, ты на таком и не позовешь. Ревность — это злая штука. Она принадлежит тоже частью любви, но в ней можно сгореть. Нельзя это делать. Нужно доверять. И вы знаете, отец тоже хочет доверять нам. Он хочет, чтобы мы в доверие, вошли в отношение доверия, и страх не может никогда привести нас друг к другу с доверительной отношения. Если я тебе не доверяю, между нами нет дружбы. Если я тебе не доверяю, у нас нет любви. Если муж не доверяет своей жене, если она когда-то едет в командировку, или там... И он просто контролирует, ты где, почему не звонишь, все и так далее. Я понимаю, что это любовь. Ну, мотивация любви. Но я не думаю, что это совершенные отношения. Я не думаю, что Бог хочет держать нас на этом. И полевые проповедники испечряются, чтобы держать нас на этом. Мы можем увидеть, как испечряются учения о ужасах ада. Но, знаете, я, например, пришел к Богу не из-за ада. Это 100%. Я уже в аду жил. Когда я в трипы свои входил, через разные препараты, которые мешал там и делал из них компоты, то я в аду был среди мертвецов. И часто я видел свою мертвую мать, я видел гробы, которые разбаливались, часто накидывались на меня мертвецы там. И я с ними... Ну, с мертвецами был. И когда некоторые мои друзья шарахались из этого мира, они говорят, я в жизни больше не буду этим вещами колоться, потому что я такого ужаса не переживал никогда. А я сказал, а я, мне там легче, чем здесь. И слово туда... Мне адом уже не напугаешь. И я в ад не боялся попасть. И сейчас я в ад не боюсь попасть. Я не подумать, не поймите меня неправильно. Это не моя мотивация. Бояться ада. Во-первых, я знаю, что я туда не попаду. Потому что все мое нутро говорит о том, что я люблю отца, а отец любит меня. Он не даст мне повезти, он меня не для этого спас. Слишком слабый Бог бы был, если бы меня в ад послал. Зачем он такое бы делал? Да прекращайте. Вы меня не поломаете здесь. Я буду спасен вовеки. Слава Господу. Поэтому не пробивайте меня даже, не тратьте время. Только хуже будет. Я спасен их. Я знаю это. Бог мне показал рай. Он мне показал ад. Я видел его. И это то, в чем мы должны стоять. Мы должны одеть шлем спасения. Вы не можете победить грех, если у вас не будет шлема спасения. Если вы будете на страхе держать свою жизнь, вы будете несовершенны в любви. Вы около Голгофа построите свой дом. И все время будет запах трупа. Зачем вам это надо? Двигайтесь в славу. Бегите в поклонение. Сокрывайтесь в его присутствии. Там безопасно. Там нету ни мук. Там нету отравы. Там нету никакой лихорадки. Там нету никаких инфекций в его присутствии. Вот почему мы любим время проводить в присутствии. Вот почему вам нужно развить сильное поклонение как стиль вашей жизни. Вот почему вы должны проводить время в его присутствии, наслаждаясь его присутствием. Пропитываясь его Божьим присутствием. И тогда вы пройдете через все. Пойдете в религиозные духи, вы сразу будете вычислять на ходу. И вы будете сразу прорываться. Вы будете видеть это. И Дух Святой будет давать вам дары откровений, потому что вы пропитываетесь Божьей славой. Я тоже прошел через некоторые вещи в своей жизни, страдал очень сильно. Однажды я рассказывал уже, что я почувствовал, что у меня засуха была в жизни, пустота полностью. Я только тогда женился, помню, пару лет прожил всего. И не знал, что мне делать. Потом я нашел аскезу в Библии, что мне нужно все от лишнего отказаться. Кто, иди, продай имение или продай одну одежду, отдай и так далее. Вы не должны вырывать контекст описания, потому что вы так прочитаете тоже. Пошел и выдавился. И что ты будешь делать? Это же слово в Библии. Пошел и выдавился. Или о, выдор, вот неверный и так далее. Ну что, как жить после этого? Я тоже вырвал что-то там, пошел, я свои галстуки бомжам раздавал. Представьте, у меня там в галстуке была коллекция, там зоопарк зеленый, там зебры с жирафами, там разные крутые всякие галстуки. Ну тогда галстуков все пастыря ходили. Пастырь без галстука, это как будто лучше без церкви, чем без галстука. И у меня было костюмы и галстуки. Я пошел бомжам их раздавать, чтобы от них освободиться. Не потому что я бомжей любил, заметьте, а чтобы шкуру свою спасти. И бомжи, конечно, путали, потому что я давал им там шелковые рубашки, вот еще эти галстуки придать. Он говорит, давай. Врал это. Я освободил, думаю, фу, славок, сейчас должно полегчать точно. Отделился, значит, от жены там в своей кабинете. И пребывал где-то три дня, ничего не говорил. Злой был, как собака. Потому что обычно человек в таком состоянии злой. В общем, получилось так, и ангел к ней пришел ночью. Оно видело ангела. И ангел реально к ней пришел ночью и сказал, ангелу Ефесской церкви скажи так. Значит, Бог назвал меня ангелом Ефесской церкви. И он сказал, и точно так же перечислил то слово, которое написано в Откровении, 2 главе. И такие слова прозвучали. Когда она мне это говорила, она не понимала истолкования. У нее не было истолкования. Она только говорила, я уже понял все истолкование. И там было так сказано. Но я имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. И я понял, что я просто потерял любовь. Я перестал общаться с Богом в любви. Мои отношения, я сделал аскезу, я постился. Я делал добрые дела, я раздал все свою одежду. Только оставил себе самую немощную и чуть-чуть. Мне вообще не помогло это. Еще злее стал. То есть это как Галатам написать, что они обрезание стали принимать, субботу исполнять и свинину не есть, и думали, что к Богу приблизиться. А Господь говорит, вы отпали от Христа, остались без благодати вообще. Сейчас вы вообще в худшем состоянии находитесь. Потому что делами ты к Богу не приблизишься. Мы делаем дела потому, что мы любим, а не для того, чтобы заслужить благовосположение. Я хочу сказать одно. Сейчас есть тоже движение, люди, которые переживают Божье движение славы. Я раньше очень сильно судил это. Сегодня, когда я сам переживаю и исчерпал все свои ресурсы для того, чтобы жить и наслаждаясь, сегодня я понимаю, что я должен просто принять от Бога это. И принимая Его любовь, как основание своей христианской веры, как все источники, которые должны исходить из моего сердца, они должны быть погружены в любовь, только в этом случае я могу наслаждаться жизнью. И когда я спрашивал своих ребят там в церкви, я говорю, как вот и Фаафа у вас, все такое, нам сказала она, уровень счастья повысился. Потому что действительно уровень счастья, он должен повышаться в нашем духе. И это прекрасно. Поэтому пусть Бог благословит нас. И когда вас помазывает кровью Господь, и вы очищаетесь и каетесь в своих грехах, не забудьте о том, что должно помазаться Илеем. Не останавливайтесь на крови. Входите в Дух Божий. И когда Господь помазывает вас и прощает вас, и очищает, помните, что всегда, когда ты прибегаешь к Господу, Господь принимает тебя, потому что Он заинтересован. У меня есть дети, я отец. И в Писании говорит, что вы будучи злыми отцами. Я люблю их. В любом состоянии я их приму всегда. Но самое главное, чтобы они мне не врали, и чтобы они прибегали ко мне со своими проблемами, чтобы они были со мной. И когда они прибегают ко мне, я прощу, я помогу, я подкреплю. Я помогу им выйти из этой ситуации. Потому что я отец. Но я, будучи злой отец, умею благие даяния детям дает своим, то коль мне отец небесный. А потом помазание Духом Святым. И вот в этом Духе Божьем, сокрываясь в этом поклонении и прославлении, входите в Божью славу. От силы в силу, от веры в веру, от славы в славу. И помните, мы поклоняемся не распятому сегодня, а правящему. И тот, кто правит сегодня, через кровь Иисуса, принимая Его благодать и Дух Божий, мы сегодня с вами становимся равными Богу. Мы сегодня с вами можем двигаться в Его силе. Мы сегодня с вами не боимся болезней. Мне понравилось, как стрелал один проповедник. Он говорит, он очень известный исцеляющий евангелист по всему миру. Возможно, что миллионы людей получили через его исцеление. Но, говорит, я один из самых крутых неудачников на свете. Вы не представляете, сколько раз Господь через меня не исцелял, чем исцелял. Если вы слышите, миллионы исцелели у меня, наверное, 10 миллионов было не исцелений. И Он так сильно вдохновил меня. Вдохновил моих друзей, когда Он говорил о том, что я самый большой неудачник. И очень много не было исцелений. Но вот что я вам посоветую. Продолжайте молиться. Продолжайте молиться. Продолжайте исцелять. Продолжайте делать это. Потому что Бог сказал это делать. И пусть никто нас не остановит сегодня проповедовать Христа до края земли. Мы пойдем. Ну и что? Что где-то не получилось. Ну и что, что где-то не получилось созидать церковь. Ну и что, что где-то кто-то упал. Мы должны идти, ребята. А кто вам сказал, что на войне не умирают? Это называется бархатная революция. Без капли крови. Шоколадные солдаты. Солнышко прибегло и нет солдатика. И мы не шоколадные солдаты. Мы реально находимся на войне. Мы должны насаждать церковь. Мы должны идти, чего бы нам это ни стоило. И смотреть не на поражение и негатив. А смотреть на славу Божию. Господь подними сегодня всех нас здесь. Сегодня Господь исцеляет наши недуги. Во имя Иисуса Христа. Сегодня Господь здесь очищает нас от неправды. Во имя Иисуса Христа. Мы сегодня пришли сюда не чтобы тебе добавили здесь сверху. А чтобы тебя освободили здесь. Сегодня ты пришел сюда. Больные нуждаются во враче, а не в судье. Больные приходят в больницу, чтобы уйти здоровыми. И здесь сегодня, это Божественная лечебница. Вы пришли, чтобы получить исцеление. Вы будете обличены о грехе. Потому что Дух Святой, если приходит, Он обличает о грехе. Но Он делает это, чтобы поднять вас во имя Иисуса. Поднимите свои лица, откройте свой рот. Дышите глубже. Пусть хрипота вылезет наружу. Поднимайтесь, раздевайтесь. И просто делайте то, все, что говорит врач. Потому что здесь нужна открытость перед Богом. И когда вы сделаете это, вы уйдете отсюда здоровыми. Духовно, душевно и физически во имя Иисуса. И здесь я хочу молиться, чтобы Бог высвободил наше измерение. И чтобы помазание Святого Духа текло. Аминь.